В школах Алтайского края в рамках адресной инвестиционной программы ведется капитальный ремонт. Например, в Усть-Пристане на восстановление основного здания и интерната потрачено почти 63 миллиона рублей. В Олейске провели работы в четвертой школе. Там сейчас и находится наша съемочная группа. На прямую связь со студией сейчас выходит Евгения Князева. Она готова рассказать все подробности. Евгения, вам слово. Да, коллеги, здравствуйте. Спешу сообщить, что здание этой школы было построено еще в 1965 году. И с тех пор она ни разу не видела ремонта. Прошло уже 50 лет. И вот только три года назад по инициативе краевой и местной власти ремонт здесь все-таки начался. За это время в этой школе удалось поменять пол. Раньше он был деревянный, теперь это керамическая плитка. Кроме этого удалось заменить окна. Были деревянные, стали пластиковыми. Ну вот, что еще удалось сделать за такой длительный срок, мы сейчас узнаем у директора этой школы, Ольги Александровны Кореновой. Ольга Александровна, приветствую вас. Здравствуйте. Ну расскажите, пожалуйста, что еще удалось поменять за такой длительный срок, целых три года. Вы знаете, может быть для вас это длительный срок, для меня это небольшой срок, потому что работ проведено действительно очень много. Это заменена полностью мягкая кровля на двух корпусах, учебном и вспомогательном корпусе. Цоколь, отмостка по периметру всей школы сделана, потому что была действительно удручающая ситуация. Полностью заменены пластиковые окна в корпусе, где находятся мастерские, видеозал, столовая, спортивный зал, ЛФК, книгохранилище. Заменена кирпичная кладка в тех местах, где происходил обвал кирпичной кладки за эти 50 лет. Сделана плитка, положена в столовой, в ЛФК, в пищеблоке, на третьем этаже. Пластиковые окна, кроме спортзала и видеозала, еще сделаны в учебном корпусе. Хочу сказать, что на этом не останавливаемся мы, потому что буквально вот месяц назад мы узнали о том, что нам выделяется еще 4 миллиона 264 тысячи для того, чтобы сделать пластиковые окна во всей оставшейся школе. Поэтому это начиная с первого по третий этаж, это здорово. Кроме этого, у нас сделана, подведена вода для учащихся начальных классов. Обустроены туалеты на каждом этаже, чего не было вообще никогда. И внутренние работы там, где протекала кровля, все внутренние работы тоже отделка сделана полностью. Спасибо большое, Ольга Александровна. Ну, а мне остается добавить, что в целом на ремонт этой школы ушло около 10 миллионов рублей. Эта школа пользуется большой популярностью в городе Олейске. Только в этом учебном году за парты в эту школу придут 990 учащихся. На этом у меня все. Коллеги, я передаю вам слово. Спасибо.